Какое ваше мнение на практике по местной церкви или даже некоторых союзов христиан о очищении, освящении? Вся церковь, членское собрание исповедуется и кается. Хотелось послушать вас. Да. С чего начать? Возможно, кто-то из вас... Исповедание, покаяние. Исповедался, каялся. Возможно, кто-то из вас видел ролик Романа Савочки. Вчера буквально. Мне прислали, посмотрите. Роман Савочка бьет тревогу на весь мир. Я не выдержала это. Ты не выдержала. Не выдержала эту тревогу. Сегодня Роман Савочка сделал новое видео. Мы по дороге ехали, включили, и было понятно, что братства. Вчера они встречались, надавили, закрой тему, не позорь братства, и все такое. Есть какие-то придурки, мы их найдем когда-то, и все такое. Но, что бы я хотел сказать, если бы мне было возможно сказать. Этих ситуаций с этим педофилом, с этими извращениями, которые там были, и все-все, что там вообще происходило. Почитайте комментарии. Я не знаю, по-моему, он уже удалил это видео. Но, когда... Я думал, что он независимый, но оказывается зависимый. Поэтому, как скажем, так и будешь говорить. Ну, это... Если на чужих можно гавкать, окей, а если на своих, то уже не пропустили. На своих, потому что... Цензура не пропустила уже. Да, цензура не пройдет, поэтому тут трогать пиесятничество нельзя. У нас все хорошее, мы не такие, как... Он сегодня уже говорит, мы же пиесятники у нас в нашем вообще понимании. Мы не такие, как методисты или эти самые. Методисты не кончены. А вот... А вчера он говорил все по-другому. Поэтому, ладно. И у меня вопрос не к роману. Савочки, у меня вопрос вот к чему. И что мы должны рассмотреть. Эта система исповедания, исповедь грехов перед пастором, это сфабрикованное, выдуманное, я бы сказал, это сатанинское, религиозное учение и доктрина. Это контроль над людьми. Если бы этого вообще... Ересь, как сейчас модно все называть. Ересь. Это сатанинская ересь. Если бы вот это убрать, вот этих проблем уже бы не было в церкви. Люди, которые ходят, исповедуют, освящаются и постоянно... Они засвятося. Вот, ну, роман убрал. Он вчера так громко кричал. Где епископа? Где вы? Я там читал в комментариях, они говорят, 30 лет это длится. Этот педофил молится за крещение Духом Святым, они начинают говорить на языках, и он их мацает. Вчера он говорит, он прямо на сцене, щупает девочек, мальчиков за попу. Это все, вчера роман рассказывает. Это сотни, это тысячи случаев, которые так были. И там пишут люди. Так вы такие... Где ваши пророки духовные? Где? Почему это не вывели за 30 лет? Где ваша духовность? Где это? Конечно, это видео надо было удалять. Потому что там не только какой-то педофил, а там вся система. И сегодня, конечно, вышло новое видео, система классная. Я читаю там снова, я думаю, что и это видео удалят, или комментарии удалят. Потому что там люди пишут, ну, конечно, если вам братство дороже, а детей, которых насиловали или травмировали, вам не жалко. Вы ведь, они этого человека так и не скажут. Он сказал, что это целая сеть пасторов, которые сегодня ездят по Америке. Где вы? Так вот в чем вопрос. Вопрос не в этом всем. Вопрос в системе. В системе контроля над людьми. До тех пор, пока будет исповедание или исповедь, когда исповедовались какому-то апостолу, исповедовали грехи какой-то апостол в Библии, и просто покажите мне, где исповедовались, приходили на исповедь, на тайную исповедь. Это сначала было у католиков, у православных, потом протестанты взяли. Это же хорошая система контролировать людей. И на этой исповеди он заставлял их, и они же не имеют права говорить, что пророк говорил. Заранее в этой системе можно делать все, что хочешь. Я знаю сотни разных случаев из-за этих исповедей, как манипулировали людьми. Могу назвать имя сейчас человека, может, не обязательно. Не обязательно. Который ходил и к своему пастору исповедовался. А потом, когда он вдруг начал не соглашаться с некоторым учением пастора, и он говорил, что ну, все же по-другому. А он ему сказал, так ты или закроешь рот, или я расскажу, чем ты занимался. Все, что он приходил и исповедовался, это было просто компромат на этого человека. На любого человека у пастора есть компромат. Если ты вдруг начнешь рыпаться, как можно контролировать массы людей? Почему эти люди не сказали? Родители знали, что их детей насиловали? Знали, что издевались над ними? Раздевали их? Он раздевал, трогал, фотографии просил. И это все Роман вчера рассказывал просто так горячо. Сегодня все удалил, потому что мы позорим братство. Вы вчера позорились. Вы вчера показали, а сегодня хотите закрыть эту систему. Вы хотите закрыть систему, что эта система правильная. Братство вообще правильное за святость, за чистоту. Христос нас сделал святыми и чистыми. А мы пытаемся вот этими чистить церковь постоянно. Своими идеями. Ходить в кино. Это не свято. И вот напридумали до бесконечности. Сам Роман и другие будут говорить, это ерунда. Так это ваши братья придумали. Ты же держишь за святое братство. Ваши братья придумали, что свято, что не свято. Ладно. Как мы к этому относимся? Как об этом говорить? Любая исповедь. Вообще нужно разобраться. Один из фрагментов. Кстати, во втором этом. Вы уже скидывали? Кто-то скидывал ссылку на это видео, которое я просил? Есть у нас в чате ссылочка на... Какое? На ответы на... Часто задавали. Да, номер два. Можно скинуть. Вот этот ваш вопрос я раскрыл по поводу вообще исповедания грехов. По поводу исповедания грехов перед Богом. Чувствовать себя грешником. На основании первого послания Иоанна, первую главу. Я раскрыл всю эту ситуацию там. Но поверьте, по поводу исповедания перед человеком, перед пастором... Единственный случай, если вы что-то сделали плохое этому пастору. Лично вы что-то сделали для него. То подойдите и скажите. Простите меня. Мои святы можно назвать исповедь. Я вот такое говорил про вас. Или я там сделал это. Или я украл что-то у вас. Или сделал какое-то зло против вас. Это исповедание. Еще можно просто прийти и просто рассказать и попросить прощения. Но это не обязательно перед пастором. Если вы это сделали перед кем-то, чтобы приходить, это пастору рассказывать. Потому что человек научен, что до тех пор, пока он не придет и не исповедует пастор, заставляют буквально вчера, не вчера, но на той неделе. Человек один позвонил, и жена из тех, которые исповедуются, она там нашла в муже какой-то недостаток. Она сказала, до тех пор, пока ты не исповедуешься нашим пасторам, не пойдешь на исповедь, ты не можешь принимать причастие, ты грешник, ты должен пойти исповедоваться. Вот это зло, это контроль, это тотальный контроль над людьми. Из-за этого происходит вот это все. Поэтому любое исповедание, любое исповедание так запугали людей, что они должны исповедовать свои тайные грехи, это чтобы пастора знали, они контролировали весь процесс. Это же коммунистическая система. Как бы вы там отрубите, разносите, что хотите говорить, я вам говорю правду в лицо. Это система коммунистов, когда один на другого постоянно доносил. Один на другого постоянно, чтобы все знали, что происходит. Они должны контролировать. Поэтому тут одни на другого доносят пасторам. Я скажу пастору. Скажет пастору, все, пастор как бог, тебя исключат из церкви. Придадут анафеи. Вообще это страх. Я помню, когда мы были молодые, когда появлялся пастор, мы в молодежь играли, и вдруг кто-то говорил, пастор идет. И мы тут же все замирали. То есть мы не могли даже свободно себя вести, потому что пастор идет. Вдруг он увидит пастор. Ой, Господи. Поэтому я надеюсь, что мои мысли понятны. Я надеюсь, что люди просыпаются. Я надеюсь, что вся эта система рухнет. Вся система контроля над людьми. Нету посредников между Богом и каким-то человеком. Есть один только посредник. Есть один только путь. Есть одна только истина. Есть одна только дверь. Это Иисус Христос. Пастор, так называемый, как и я, который я не люблю, чтобы меня называли пастором. И ходили те пастор, пастор, пастором. Так уж случилось. Но, так называемые пастора, единственная их роль, это помочь людям познакомить их с Иисусом. И когда люди знают Иисуса, пастор, по сути, тебе не нужен. Пастор нужен, может быть, как некое звено, которое вот по местной церкви, которое соединяет, курирует, как менеджер. А тот, который прощает грехи, тот, который пропускает в Царство Божие, тот, который дает тебе лицензию на вечную жизнь, это полный абсурд. Таких пасторов надо гнать и отправлять туда, откуда они пришли. Или с таким мучением. Поэтому единственное, что это, пастор может быть просто дар Божий для тебя, как учитель, как наставник, который тебе поможет наставить, направить. Но чтобы через него ты приходил к Богу, чтобы и ему ты исповедовал грехи, и он отпускал грехи, этот же маразм, который выступал Мартин Лютер против этого. Там были прощения грехов за деньги. А сейчас что не так? Сейчас за власть, за контроль прощения грехов. Поэтому если от этого церкви освободятся, ну а как контролировать людей? А как давить на людей? Как сделать их виновными? Потому что только виновный может делать все, что ты ему скажешь. А вот вся и проблема в этом. Я могу тут долго говорить еще, разные факты приводить, но моя мысль абсолютно понятна. Освободиться от всего этого. Нету никаких посредников, нету никаких исповеданий грехов. И если вы что-то не так сделали, извинитесь перед тем человеком. И забудьте про пасторов, которым нужно исповедовать свои грехи. Да.